Марш памяти Бориса Немцова в годовщину его гибели 27 февраля в Москве пройдет по маршруту последнего протестного марша, в котором он участвовал. Это была акция против войны в Украине в 2014 году. По словам российских властей, расследование преступления завершено, однако соратники оппозиционера считают иначе. Найдены и будут преданы суду только исполнители убийства, но не найдены заказчики и организаторы этого дерзкого преступления. И все следы ведут в Чечню. Рамзана Кадырова, который был связан с предполагаемыми убийцами и высказался в поддержку главного подозреваемого, так и не допросили. Как мы видим, официальное следствие пытается убедить нас, что убийство лидера российской оппозиции в 200 метрах от стен Кремля было задумано водителем. Похоже, это официальная позиция, которую избрали власти при подготовке к суду над предполагаемыми убийцами. Спустя три месяца после убийства Немцова сам Владимир Карамурза-младший неожиданно впал в кому. После длительного лечения он пришел в себя, но он не исключает, что был отравлен из-за своих оппозиционных воззрений. При этом Кремль отмахивается от опасений по поводу недавних угроз Кадырова в отношении критиков Путина. Те, кто нарушает закон и поддерживает Путина, они оказываются вне закона. Это уже ситуация ужаснейшая, то, что сегодня де-факто сложилось в России. Московские власти отклонили запрос о проведении мемориального шествия по мосту, где был убит Немцов, и об установке там постоянного памятного знака. Тем не менее, волонтеры продолжают собирать подписи под петицией о создании мемориала. Он самый нетипичный российский политик. Открытый, смелый, честный, чистый человек. И, конечно, безусловно, мы здесь все находимся, чтобы хранить память об этом человеке. Сторонники Кремля нередко выбрасывают цветы и разбивают портреты покойного политика на месте его убийства. По словам волонтеров, иногда им помогают и дежурищие поблизости полицейские.